МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы врываемся в 2020 год, и это наш новый сезон и новый выпуск съедобного бизнеса. Сегодня мы в Абу-Даби и приехали отведать ароматного кофе и посмотреть на ретро-кары. Так что не переключайтесь, потому что это заведение must visit в Абу-Даби. Погнали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Друзья, ну что, знакомьтесь, партнер, фаундер этого прекрасного заведения Дмитрий Грехов. Дима, спасибо за приглашение. Мы очень рады, что наконец-то добрались в Абу-Даби, и это просто... Это очень крутое заведение, которое поражает прям со входа, и сейчас вы поймете именно почему. Дима нам сейчас расскажет про эти тачки, которые здесь стоят. В чем вообще концепт? Почему среди зала стоят роскошные ретро-автомобили? Ну, по сути, сама суть концепта изначально, как все создавалось, властное дело шло от моего партнера, по сути, главного собственника этого всего этой семьи, это называется Driven Copy. Он, скажем так, из очень хорошей, уважаемой, довольно состоятельной семьи, которой принадлежит огромное количество классических автомобилей. То есть есть своя большая... Место, да? Я так понимаю. Да, смешно. 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 Смешно семьи. Вот. И изначально как бы давным-давно, в течение многих лет была такая идея создать какое-то классное, интересное место, где можно выставлять на выставку, скажем так, свои автомобили, все это совместить с кофе, с хорошей едой, как бы с какими-то интересными идеями. Ну, как бы так все получилось. Да, и как вы видите, вот таким интересным образом мы показываем автомобили в стеклянных специальных контейнерах, которые мы создавали на заказ, тоже делали все. И, по сути, чтобы создать такой эффект, знаете, как маленькие машинки игрушечные в стеклянных коробочках, вот так вот все, по сути, такое же, как большие игрушки в реальном размере. Вот. Ну, да, по сути. Я так понимаю, что постоянно идет замена автомобиля, да? То есть если ты говоришь, что коллекция довольно внушительная, то вы меняете время от времени машины, правильно? Да, сейчас мы примерно раз в пару месяцев завозим, меняем новые коллекции в зависимости от, в общем-то, разных, например, праздников, когда мы там на National Day ставили ретро автомобили, которые там связаны с историей Арабских Эмиратов. На Дню Маслкара мы завозили классные, вот как раз классические маслкары, Мустанги, Кроветы, и все такое. Ну, как бы сейчас вот, скажем так, идея развития Мерседес Рейсинга, то есть начиная там Algo, Algo, Algo Wing, Evoction 2, CLK, DTM, то есть, ну, как бы о том еще более-менее объяснено. То есть, ну, по сути, как бы история развития гоночных Мерседесов. Ну, как бы так. Не переключайтесь, мы идем к машинам и вы узнаете больше о них в дальнейшем нашем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Пару месяцев стараемся подводить какие-то определенные ивенты, какие-то события, как National Day, Muscle Car Day и в соответствии с этим завозим какие-то определенные автомобили. А на National Day что-то особенное стало? В National Day у нас была очень классная, эксклюзивная машина, называется 600 Pullman, то есть по сути, скажем так, лимузин, который стал родоначальником известного 600-го Мерседеса, на котором ездил сам Шейх Зайд, по сути, основатель и очень-очень важная фигура вообще в принципе в истории Арабских Эмиратов. Ну, также был первый Мерседес, завезенный в Арабские Эмираты, также еще была как бы одна эксклюзивная именно под 600-й Мерседес, который стал легендарным и в постсоветском пространстве. То есть такие иконы рождения Арабских Эмиратов? Да, да, конечно. Круто. Ребят, не приключайтесь, это выпуск не просто про кофейню, это офигенный выпуск про Driven Coffee, где внутри стоят самые эксклюзивные машины, которые вы только можете увидеть в Арабских Эмиратах. Это просто настоящий автомузей. Ну, мы передвигаемся ближе к каждой из них и поговорим о этих прекрасных автомобилях. Ну, скажу сразу, это моя вообще, наверное, одна из самых любимых автомобилей, и вот если бы сказали, выбирай любую машину, которую можешь иметь в принципе, наверное, все-таки выбрал бы эту. Да, ладно. Да, потому что, по сути, как бы эта комбинация, в принципе, и классик кар, и достаточно модерн кар, и это вот та машина, которая была густавить на переходный процесс от еще старых, скажем так, моделей в новые форматы автомобилей. Это очень легендарная гоночная машина 1990-х годов, называется Mercedes-Benz 190E Evolution 2. То есть, в свое время вывела большинство гонок, ралли всеразличных, и по сути, как бы, почему она очень, как бы, цена, ты знаете, да, Mercedes и BMW всегда конкурируют, да. То есть, конкретно этот автомобиль стал причиной, почему BMW когда-то создали свой M3, вот. Классная на вид, очень круто водится, даже довелось немножечко проехаться на ней когда-то, вот. Но могу сказать, да, это просто машина мечты, и вот в любой коллекции их достаточно досталось очень мало, там, и все было создано порядка 500 штук, в принципе, вот как раз этих оригинальных, вот. И сейчас, наверное, на рынке, ну, максимум, чтобы 200 осталось как раз оригинальных в мире, в принципе, вот. Ну, да, могу сказать, это моя такая вот самая, мой фаворит из всех, всей коллекции, которая вторжилась. Так, следующая машина CLK AMG DTM, одна из самых редких кабриолетов racing cars, созданных, в принципе, в мире. Одна из лучших, вообще, в принципе, Mercedes на road legal для, по сути, в плане вождения. Сознанно, опять же, это, по сути, раллийный гоночный автомобиль, который, по сути, на котором можно ездить по дорогам, вот. Плюс convertible. Изначально, как бы, вообще, все создано было, по-моему, 80 экземпляров, в принципе, ничего себе. Вот, там, опять же, есть отдельная история, почему так мало, вот, планировали больше, но потом кризис, все дела, опять же, там, очень-очень много можно рассказывать. Опять же, я пока, в сути, рассказываю на том уровне, на втором я знаю, вот, но, Максуи, да, что один, один из лучших в плане вождения, кабриолет, Mercedes, в мире. Дима, а сколько, вот, может, ты знаешь, стоит такая машина на сегодняшний день? Много, много, очень-очень много. Много, очень-очень много. Ценность экспонатов, которые здесь находятся? Ну, счет идет, там, на, что это, там, десятки миллионов дирхам. Да. Я хотел сказать, там, сотни тысяч долларов, а тут десятки миллионов дирхам, но вы понимаете, это, какая машина, да, получилась? Да, если, там, собрать, там, коллекцию, которая сейчас у нас стоит, то несколько миллионов долларов вам наберется. Ну, я думаю, что с секьюрити тут тоже все в порядке. Да, и все, все хорошо, и мы живем в очень безопасной стране, и с очень низким уровнем преступности, скажем, это югон автомобилей, кстати. Да, и кофе-зерна тоже должны быть хэппи, потому что они находятся под тремя замками, под десятками видеокамер, так что не только машины, но и ваш вкусный, ароматный кофе, он находится в секьюр месте таком. Закрутил, так закрутил. Дим, ну это, мне кажется, вообще самая дорогая, да, ваша машина, которая на сегодняшний день стоит здесь? Это самая дорогая, это гордость вообще всей коллекции моего партнера, называется 300SL Galwing, то есть Galwing, это крыло чайки, называется, то есть пускай, это первая машина, которая была сделана как раз с дверью поднимающимися наверх. На данный момент одна из самых редких и самых дорогих автомобилей, классических автомобилей, по сути, у любой коллекции. Любой большой коррекционер классикаров хочет себе такую машину, вообще там единица осталась во всем мире, да, это очень дорого, это очень эксклюзивно, но вот, опять же, это очень большая история, и если интересно, можно прогуглить 300SL Galwing. Нет, ну машина офигенная просто, вообще, я так понимаю, что дальнейшие модели, которые развивались, спортивные у Mercedes, да, они как бы вот, это является основоположающим. Это базу не только для Mercedes, а и для, по сути, для многих других торговых марок, очень много присмотреться, приведеться, очень много копий, опять же, на свое время, это, например, 50-й годовый автомобиль, вот, на то время это было что-то ультра-современное, очень много технологий задействованы, которых на то время вообще, в принципе, никто еще не видел, не знал, вот. Ну, я хочу заметить, машина на ходу, ездит на дороге, и, кстати, очень-очень классно. Катался? Да, сбоку ездил, на пассажирском стене, да, довелось, ну, как бы, там, чувствуется. Ну, в Эмиратах идеальные дороги, поэтому вообще на таких крутых тачках, думаю, отличное, вообще, наслаждение управлять и даже сидеть рядом, как пассажир. Управлять пока не получилось, но, возможно, все возможно. Конечно. Главное верить. Как говорят, есть машины, а есть Мерседес, да, так что, любители Мерседеса, ставим лайк этому выпуску. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну, Дима, расскажи, что у вас хранится под лестницей? Под лестницей, скажу так, нам, ну, мне, по крайней мере, очень часто задают вопросы, как бы, о, почему вы же кофешоп, почему вы не вставляете там тортики на дисплей, не показываете в холодильнике и все такое. Я на что часто отвечаю, не, мы тортики не выставляем, мы другого плана кофешоп, у нас на дисплее есть моторы, двигатели. Двигатели, вот, как бы, да, по сути, часть интерьера, по сути, работающий, как на русском, restored, отреставрированный двигатель от классического корветта, ну, там, 50-х или 60-х годов, да, в отличном состоянии, по сути, в состоянии нового. Ну, как бы, вот, да, есть такой, есть еще там ряд других двигателей, которые тоже, по сути, мы тоже будем менять, привозить какие-то новые, интересные, классные. Ну, по сути, как бы, это все, как бы, почему это место создано. Машины, моторы. Для автолюбителей. Да, все, что в какой-то степени интересно, нормальному, адекватному человеку, как я считаю. Кто вообще ваша целевая аудитория, кто посещает больше всего ваши заведения? Ну, как бы, так получается, что, конечно, местное население, особенно ребята, среди этой публики мы стали, как бы, достаточно популярными. Но есть иностранцы заходят, достаточно много. Ну, да, в основном, конечно, публика это локальный, как бы, с высокой покупательной способностью. Люди, которые устали от обычных ресторанов, обычных кофешопов. Люди, которым важна качество в обслуживании, в продукте, в какой-то интересный интерьер, что-то новое, что-то необычное. Вот, поэтому, в какой-то степени, да, мы, в принципе, могу сказать, достаточно успешно зашли на рынок, благодаря многим таким вот факторам. Какие три самых продаваемых напитка среди местных? Есть такой легендарный напиток, называется Spanish Latte. Не могу сказать, что это мой кофе. По сути, это кофе, молоко и замущенное молоко. Есть в горячем, есть в холодном виде. Ну, вот как-то так, да, местные, местное население, вот, есть одна такая немножко проблем какой-то степени, они очень сладкоежки, вот, и очень сладкий кофе достаточно, достаточно сильно любят, вот. Ну, а также стандартные классические напитки, как эспрессо, тот же пикколо, допустим, как, как бы, можно сказать, маленький капучино в стаканчике, достаточно популярный напиток. Вот, фильтр кофе, все более-менее, как бы, как сбалансировано, те же латте, капучино, флэтлайты, все, все идет. А вы готовите их кофе арабский, вот, как у них принято пить с кардамона? Нет, я, как бы, у меня такая позиция, я, я не знаю, как его готовить, никогда его не готовил. Арабский кофе, это очень-очень большая, как бы, часть традиций, культуры. Есть очень много своих, знаете, как бы, как у наших хозяек, есть свой домашний рецепт борща, да, вот, как бы, здесь вот такая же культура, можно сказать, с арабским кофе, да. Каждая хозяйка, у каждой хозяйки есть свой рецепт специй, свой рецепт какой-то обжарки этого кофе, свое видение, каким он должен быть. То есть это больше, как бы, именно традиционная вещь, которую, которую я не хочу затрагивать, как бы, я в какой-то степени хороший в том, чем я занимаюсь, вот. И, ну, арабский кофе, это немножко, как бы, такой, очень-очень близкий к культуру, очень такой sensitive продукт, который пока, по крайней мере, я предпочитаю не затрагивать. Ну, то есть, если у вас его нет в меню, значит, нету определенного запроса, что все, кто к вам ходят, они прямо не могут жить без этого, да, то есть они оценители вкусного кофе. Ну, да, это же, как бы, все, третья волна, которая, наверное, не знаю, либо четвертая уже какая-то, там, можно сбиться со счета, будет specialty кофе, вот, который, как бы, это тот продукт, который, по сути, ты дома сам не можешь приготовить. Это высококачественное кофейное зерно, хорошо пожарено, на хорошем оборудовании, хорошо приготовлено, опять же, на хорошем оборудовании, специалистами в этом, в этом, хорошими баристами, ребятами, которые знают, четко понимают, как это делать. Ты говорил, что вы сами обжариваете кофе. Да. Я думаю, пришло самое время посетить вашу фабрику. Фабрику, опять, сложно знать, скажем так, громко сказано, фабрика, это, опять же, выражусь на английском, crafted, обжарка, скажем так, вот это маленький и небольшой мыслой цех по обжарке кофе. И, да, сейчас можем посмотреть. Whatever, идемте смотреть. Продолжение следует... Ну, рассказывай, куда ты нас привел? Да, куда привел? Сердце вообще, по сути, этого всего места. Это наша обжарочка, небольшая комната, где находится, по сути, обжарочное оборудование. Кстати, тоже с Голландией, называется Гесенн, это 15-килограммовый обжарщик. Работает на газу, греется горячо. Да, я очень знаю. Нужно, вот, сам процесс, по сути, как видим, потому что зеленое зерно засыпается, а потом уже внутри барабан крутится, греется. Сам процесс обжарки занимает в среднем, грубо говоря, от 10 до 12 минут. Все это происходит внутри, когда уже кофе, по сути, готов, пожарен, все высыпается в охранительный барабан. Барабан. Барабан, знак, скажите, сюда, cooling fray, да? Вот, и после здесь уже охлаждается. У нас тут есть обжарщик, Дима тоже очень талантливый кофейный мастер, который сейчас, в основном, занимается обжаркой. Вместе пытаемся что-то выводить какие-то интересные классные вкусы, вот, ну, а Дима как раз уже потом день за днем все это приводит в жизнь. И, как бы, обжарка за обжаркой занимается все этим процессом. После каждого, после каждой обжарки, в каждую закладку, как бы, так, вклада мы капим. То есть, как бы, такой способ тестировки, что ли, выбирания, даже не знаю, в будущем, сказать, скажем так, как дегустирование. Дегустирование, да. То есть, как дегустирование кофе, чтобы понять, там, все ли хорошо, либо нет, либо, как бы, нам, может быть, нам нужно что-то изменить, по-другому пожарить, либо же все четко, как бы. Ну, то есть, по сути, как бы, какой-то контроль качества, дегустация постоянно каждого, каждой обжарки. То есть, вы как, вы снимаете, там, часть, да, перемалываете? После, после, уже на следующий день, уже, когда все пожарено, все хранится в отдельных контейнерах, там, с каждого контейнера берется, там, 50 грамм буквально сам, вот, там, небольшой экземпляр, да, и это все потом дегустируется, чтобы понимать, чтобы все было одинаково, либо же, там, наоборот, что, чего мы хотели добиться. Вот, в общем, пойдем поближе, как бы, можно увидеть, вот, по сути, здесь небольшой окошко, где, как раз, мы наблюдаем за цветом кофе, как он меняется. Сейчас, по сути, идет первая стадия разогрева зерна, да, где-нибудь его, там, до нужной температуры, чтобы испарялась вода, потом пойдет процесс испарения, сушки, вернее, сейчас сушка, потом испарение воды, потом уже идет, там, определенный момент карамелизации и, там, так, готовки всего того, тех микроэлементов, которые состоят в зерне. Ты говоришь карамелизации, как это происходит, то есть, вы же не добавляете ничего, кроме кофе, или, или бывает? Нет, конечно, нет, но в любом зерне, в кофейном, по сути, там, на химическом уровне есть 50% сахарол содержащихся непосредственно в клетках самого зерна, да, и это все под воздействием температуры определенной карамелизируется, вот это будет, проходит химический процесс, перевоплощение, скажем так, перехода одних химических веществ, с одной структуры химических веществ, в другую структуру, ну, вот такой момент, у нас есть такой хорошей, хорошая штучка, называется, сэмплер, и мы можем посмотреть, убедить, понюхать, скажем так, вот, и, по сути, контролировать сам процесс, во время, как немножко, что-то, вот, немножко семечки, там, да, начинает пахнуть, вот, то есть, вот, как раз, по сути, контролируем весь процесс, вот. Дима, я хотел спросить, я слышал, была мода на грин кофе, что это было такое, то есть, это использовали сырой кофе в приготовлении... Людям хотелось денег заработать, и они решили что-то создать а-ля новое, вот, но, если вы когда-то пробовали зеленый кофе, это просто невкусно, и никаких life benefits за собой абсолютно не несет, то есть, никакой, больше пользы, чем обжаренный кофе, хорошо обжаренный кофе, не говорю о, там, спаленном, обожженном доугольков кофейном зерне, да, скорее всего, это все-таки может, там, как-то плохо повлиять на желудок, но, опять же, и сырое зерно, наверное, тоже, как-то может нехорошо повлиять на желудок, потому что... То есть, это чисто какой-то развод, да? Это просто маркетинговый ход, развод, не знаю, как хотите так называйте, но ничего хорошего, там, нет особенного вкуса, это очень-очень неприятный вкус, в первую очередь. Так, вот, будем знать, не пейте зеленый кофе. Пусть сезарим. При какой температуре проходит обжарка? Или это зависит от того, что мы хотим в конце получить? Ой, ну это очень сложно, на самом деле, объясни так вот сразу. Температура обжарки, как бы, нет как-то такого понятия, есть понятие температуры воздуха внутри барабана, есть понятие температуры барабана внутри, есть понятие газовой горелки на каком, на какой стадии она находится, циркуляция воздуха на какой скорости, вот. Но температура непосредственно зерна, по сути, проходит от комнатной температуры, да, допустим, или, там, 23 градуса плюс-минус, до температуры в Цельсиях примерно 180 градусов. То есть, вот как раз вот этот путь проходит, как и на зерно, опять же, по каким-то определенным, там, так, кривым, да, изначально это очень быстро греется, потом медленнее, все-таки, в конце концов, температура зерна подымается очень, очень слабо, очень медленно, чтобы, там, как раз, вводить, вот, какой-то вкус, какой-то, какие-то нотки, которому нужны больше сладость, больше кислинку. Вот, как раз, вот, это, вот, тот весь процесс происходит вот именно сейчас, поэтому, вот, видите, специальное программное обеспечение задействовано, много, вот, на первый взгляд, какой-то макулатуры, вот, надо все записывать за каждой данной, каждый шаг за шагом, вот, и Дима все записывать. А я хочу тебя перебить, извини, вот, хочу показать, как меняется цвет кофе, вот, мы стоим, общаемся, сейчас прошло, там, минута, наверное... Прошло 6 минут 47 секунд, вот, и уже кофе приобрел такой... Да-да, сейчас уже пошла стадия карамелизации, вот, уже на запах больше, как бы, в сторону выпечки, видите, что-то, что-то... Да, немножко такого... кексами... Да-да-да. Или такого, какого-то, даже, в пирогах, что ли, вот. Да, вот, как раз вот этот процесс формирования вкуса уже начался, вкуса и аромата. Да. А можно пару слов, вот, об этой программе, то есть, что... Какие измерения происходят и... Ну, это для меня это какая-то, не знаю, science, rocket science. Ну, как бы, для вас, да, для человека, который знает и понимает, вот, на самом деле, вот, просто одним глядом можно посмотреть и понять более-менее стиль обжарщика. Вот, там есть еще много информации, который, на самом деле, немножко, как бы, secret-secret. Ага. Поэтому, потому что это наши, как бы, вот, личные, собственные, выведенные... Формулы, да? ...профили, формулы обжарки, да, как бы, ну, а, по сути, само обеспечение, оно просто, как бы, показывает вам все данные, которые находятся, вот, для того, что какие-то расчеты, как быстро... А вот сейчас у нас, если можем послушать, у нас пошел первый crack, то есть, на стадии, когда зерно начинает взрываться, скажем так, называется, он первый crack. Ну, как, как по форме, подрывается. Опа! Опа! Все. По сути, сам процесс обжарки закончился, но это, как бы, охладительный момент. Еще есть частью профиля обжарки, по сути, что тоже очень важный момент во всем, во всем процессе. Охлаждение зерна не должно происходить очень быстро, не должно происходить очень медленно, должно происходить, опять же, равномерно. Вот. Ну, что, как бы, сейчас, в принципе, происходит. Можем подойти ближе, посмотреть, как бы, это очень... Сейчас очень горячо, ну, буквально две минутки, и все будет более-менее в... Все достигнет комнатной температуры. Сколько здесь сейчас по весу? Ну, то есть, тут определенная закладка, да, есть? Ну, а у Дима сейчас спросим, сколько у нас там 10 кг зеленого зерна было. В процессе обжарки идет потеря веса за счет испарения влаги порядка 15-20%. То есть, здесь у нас 8 с хвостиком килограмм, где-то там 8,5 кг, плюс-минус. А как вы отбираете зеленое зерно? То есть, ты либо представители летают непосредственно на плантации? Ну, я имею в виду, договаривайтесь. Кстати, вот наш товарищ Дима через буквально несколько дней летит в Эфиопию, как, скажем так, наш агент, что ли, да, на кофейные фермы посетить, попробовать, чтобы впоследствии решить, что закупать. Ну, по сути, как бы, да, едет встретиться с фермерами, посмотреть, попробовать кофе, чтобы уже напрямую от фермеров закупать. А вообще, по сути, как происходит? Ну, разные способы есть. Много торговцев, трейдеров. У нас есть, допустим, эксклюзивный партнер, это австралийская компания, с которой мы сотрудничаем. Они занимаются кофе со всего мира. И мы, как бы, скажем так, в первых лицах, чтобы это все попробовать, протестить, решить, что нам интересно закупать, что нам подходит по цене, по профилю вкусовому. Ну, и тогда уже принимаем какие-то определенные решения, что покупать, что нет. Можешь рассказать таким простым языком, что влияет на вкус кофе уже приготовленного в чашке? То есть люди привыкли делить там на несколько таких основных вкусов, да, там более кремовые послаще, с кислинкой и, наверное, такой более с горечью. Ну, смотри, давайте сначала как бы к этому вопросу, можно сказать, немножко как к виноделию, да, но с другой стороны, если так подумать, то кофейный продукт достаточно еще более сложный даже, чем винодели, по сути, в вине. Все заканчивается, допустим, на ферме, да, там где все закинули в бутылки и уже, как бы, по сути, более мини-продукт не испортишь. В кофейной индустрии на ферме только все начинается, по сути, когда зеленый кофе в мешках, экспортируется там к обжарщикам, тогда уже обжарщик решает, как пожарить, когда пожарить, что, в каком профиле, потом уже идет бариста, он уже решает, как его сварить и все такое вот, да. Но что именно не влияет на вкус зерна непосредственно, ну вот как раз в первую очередь это вот все от страны происхождения, от страны произрастания, да, что-то культивации, вот, типа зерна, вида дерева, да, такая же, как яблоки, да, есть там какие-то разные сорта, да, точно так же и в кофе, есть разные сорта арабики, с разными вкусовыми характеристиками, что-то более фруктовое, что-то более ореховое, что-то более балансированное, вот, да, так вот и в кофе вот такая вот. Урожай из одной и той же плантации с года в год отличается за счет температурных и вообще, ну, природных, как бы, изменений? Конечно, все отличается, поэтому как раз Specialty Coffee, это продукт, который нельзя сказать, это очень стабильный, да, то есть это всегда с года в год это новый урожай, могут быть, могут отличаться вкусы, могут отличаться кардинально, могут быть, в принципе, очень похожими, вот, от разных, различных ферм, от разных стран, опять же, зависит от высоты и произрастания, вот, природных условий, и всего прочего, то есть очень-очень много факторов изначально давляют, даже сложно сказать. Вы производите, я так понимаю, не только для своей кофейни, да, то есть вы и работаете как поставщики в Эмиратах? Конечно, да, да, это, как бы, ну, такая, отдельная часть этого бизнеса, конечно, да, сами готовим на нашем зрении, но, посвящаем кофешопы, вот, уже и в отеле, очень, достаточно большой интерес сейчас уже пошел, вот, там, так, домашних кофт-любителей, просто, вот, по-обзернам, молотый кофт уже, чтобы дома готовить, вот, то есть, да, развиваем это направление все больше и больше, вот, поэтому, ну, как-то, работаем в разные русла, в разные, в разные направления. Какие сейчас тенденции вообще, вот, на ближайшие годы, то есть, ну, вот, ты видишь, что заказывают люди, да, что становится популярным, какие, возможно, виды блендов, там, робуста с арабикой, либо чистая арабика, да, только сейчас популярны? Ну, я не могу сказать, что прям есть какие-то тренды. Могу сказать, в этой стране, как бы, самые любимые страны в плане кофе, это Бразилия, ну, в плане происхождения. Да, да, Бразилия и Эфиопия, вот, вот, как-то так, Бразилия, которая более сбалансированная, более, там, так, шоколадно-ореховая, и, с другой стороны, Эфиопия, которая, тоже, оригинально, по сути, отличается, более фруктовая, более яркая, более, такая, сочная, вот, то есть, как бы, могу сказать, эти две страны, любимые среднеместного населения, в принципе, да. Прикольно. Вы в капучино и в, скажем так, черный кофе используете одни и те же сорта, либо есть какие-то уловки, ну, там, например... Разные, конечно, разные сорта. Молоко же подчеркивает вкус, правильно? Конечно, по-разному пожарено, с разных стран, опять же, как сейчас у нас, ну, порядка десяти разных видов, разных стран кофе, на любой выбор, на любой вкус, в принципе, вот поэтому любой кофе-любитель может подойти к нам и сказать свои пожелания, мы с точностью 99%, я бы так сказал, можем четко подобрать тот напиток, который, действительно, гость, гость заказывает. То есть, он может просто описать свои вкусовые предпочтения, а вы ему подберете... Вот так же, как вот сам Илье подходит, он спрашивает, что какое вино вы предпочитаете, что вы будете кушать, вот, а вот точно то же самое, но с кофе, вы подойдете, скажите нам, я не знаю, я хочу более с кислинкой, там, не знаю, с рукто-минутками, либо наоборот, что-то сбалансированное и полнотелое. Все сделаем. Класс. И так же можно заказать какой-то кастомизированный бленд, например, если это, ну, не оптовая закупка, а человек пришел к вам и хочет заказать какой-то кастом бленд. Это возможно? Да, все делаем. Да, мы маленькое, достаточно небольшое производство и можем себе позволить создавать бленды под заказ, уже, в принципе, этим тоже занимаемся, вот, поэтому все возможно. Круто. У нас принято дарить подарки, тем более недавно отпраздновали Новый год. Давай нашим подписчикам сделаем какой-то спешил оффер, что вот если они будут в Абу-Даби и придут к вам выпить вкусного кофе, они там получат какой-то промо-оффер, не знаю, скидку, либо специальный напиток, либо апгрейд какой-то, что может вызвать? Это очень интересный вопрос, я об этом даже не думал. Вот. Застал врасплох. Да, да, да. Вот, приходите, я что-нибудь придумаю, так что точно будете, точно не пожалеете. Скажем так, в любом случае нам напиток за счет заведения, я обещаю. Съедобный бизнес, промо-код на весь январь и давай до конца зимы, гулять да гулять. Январь и на весь год, да, давайте на зиму вообще легко. До конца зимы по промо-офферу съедобный бизнес, приходите и вас угостят вкусной чашкой кофе. Хочу вас познакомить с нашим баристом Игорем, вот, пожалуйста. Привет, Игорь. Здрасте. Да, один из ведущих бариста у нас, большой профессионал кофе, готовит вкусно, знает много, может и приготовить, и рассказать. И просто хороший человек с красивыми усами. Но еще машинка, да, вот, кстати, наша гордость, называется, полное название, так, сейчас попробую. Kiss Wonder Westin Spirit, Triplet и Dramatic. По-моему, по-моему, так. Так, а теперь давай на русском, да. А как бы я не знаю, это все, по сути, более-менее. Ну, по сути, да, там, машина ручной работы с Голландией. Сколько денег? Много. Ну, может стать как новая машина среднего класса. Тысяч 25 долларов? Больше. Больше? Да. Вы слышали это? Да. Так, хорошо, давай тогда, для людей, которые, как бы, сейчас получили, не знаю, сердечный удар. Объясни, зачем покупать такие дорогостоящие кофемашины и вообще кофейное оборудование, почему оно стоит или должно стоить дорого, хорошее? Да, понты и все, я шучу. Нет, конечно же, очень важный момент. Стабильность температуры, надежность, как бы, очень много разных аспектов, которые, там, которые потом приводят уже к вкусу и к стабильному, хорошему вкусу кофе. Как, как и во всем, как в любой, в любом автомобиле, да, качество сборки, качество всех маленьких деталей очень, по-моему, зависит, влияет на качество вождения, так как бы здесь, по сути, да. Что это за фирма? Называется Kisswander Western, то есть это четыре слова. Это, по сути, имя человека, который создал компанию. Один из, по сути, могу сказать, самых талантливых, на данный момент, инженеров, которые строят скрессомашины. Когда давным-давно создал... А, кстати, там интересная история. У него был еще в институте проект. Он защищал дипломную работу. Еще тогда у проекта «Оспрессомашины» очень много. То есть это, по сути, его вся жизнь, это его, как бы, хобби. И, в конце концов, когда там немножко открыл маленькую фабрику в Доланде, и вот до сих пор они там создают. Такой очень небольшой продакшн, достаточно долгий waiting list. Можно там до полугода ждать свой заказ, но зато, как бы, оно того стоит. Классно, красиво, работает супер. Могу сказать, моя любимая. Ты выбирал оборудование. Я просто вижу очень многие, ну, возможно, из-за популярности используют итальянские машины. И, в частности, вот бренд Merzoc. La Merzoc. Да. Кстати, вот как раз KISS, он какое-то время работал La Merzoc на фабрике. И там, конечно же, чему-то еще научился. И до сих пор в своих машинах он, кстати, использует много деталей. Есть вот Merzoc. И, в частности, итальянские детали. Ну, вот как-то так. Это просто, опять же, как бы более крафтовый продукт, более эксклюзивный. Как я даже говорю, ручная работа. Все, поэтому где-то вот как-то вот это все-таки лучше, чем любая итальянская машина. Вот так вот, отлично, познавательно. Идем сюда за бар, посмотрим ее с другой стороны. Давайте пройдемся за бар. Опять мы видим Игоря и Бориса Сайлендера здесь. Вот, хорошие ребята, классные, интересные, хорошие Бористо. Посмотрим еще на машинку со стороны. Можем еще, кстати, узнать тут, как сам процесс взбивания молока профессионалами происходит. Потом процесс вливания, хорошие красивые картинки. Можно, кстати, посмотреть здесь. Где у нас юникорны или как-то что-то? Игорь, что там? Афигас. Да, точно. Вот такие вот молодцы ребята. Сколько времени уходит на приготовление одного капучино? Да, не знаю, полторы минуты, полторы-две минуты. Как мы говорим, вытянуть шот и взбить молоко, и выть. Все очень быстро, опять же, как бы если иметь прибыльный капельный бизнес, все нужно делать четко, быстро, но очень качественно. Вот как раз то, чем мы и занимаемся. Это изначально зеленое зерно, как оно пожарено, оборудование на чем пожарено, как оно смолано, какой-то молкой, на каком оборудовании это все сварено, приготовлено, и какими руками это приготовлено. Если буквально один аспект где-то что-то выпадает, что-то не так, что-то неправильно, уже окончательно продукта хорошего никогда не получится. Поэтому, с одной стороны, кофейный бизнес очень интересный и, на первый взгляд, очень достаточно простой, но с другой стороны, нужно учитывать очень-очень много факторов, чтобы все-таки довести бизнес до каких-то успешных способов. А ты сам где учился в кофейном мастерском? В Украине учился, в Харькере учился, были хорошие ребята, классные, как Саня Галицын, Руслан, Якубов, всем привет, если что. Можно сказать имя, название «Копешок»? У вас какой-то «Копешок кофеин», кстати, тоже всем привет. Хорошо там научили, ребята, была возможность поработать с чемпионами, потом, слава богу, саму стать чемпионом. В каком году ты был чемпионатом? В Украине в девятом году, по чемпионату «Коль по алкоголю», ну и в Эмиратах уже в четырнадцатом по Борису на чемпионате. В Эмират уже начинал, от мира представлял в пятнадцатом, в Америке. В Эмиратах? Да, как-то так. То есть, ты научился готовить вкусный кофе, и вообще твой путь начался как Бористо, непосредственно в кофейне, да, то есть, ты не заканчивал никакие дополнительные курсы. Это все, вот, меньше теорий, больше практики, и уже потом ты… Да, кстати, практически ни одного курса до сих пор не закончилось. Да, очень много читал, смотрел, спрашивал, узнавал. И, тоже не могу сказать, что там научился вкусно готовить что-то. Это очень легко научиться готовить вкусно что-то, да. Но в комплексе, как бы, загорятся вообще все идеи, всем понятиям кофейной индустрии, вот, и работать над саморазвитием, как бы, ну, это, наверное, было самое-то, самое важное. И все-таки развиваться, развиваться в одном направлении. Буду сказать, уже порядка 15 лет этим занимаюсь. Достаточно давно. Вот так вот. Стоим рядом с чемпионом, кофейным монстром, кофейным гением. Давай приготовь нам какой-то кофе. Да, что, погнали. Это, это нам будет... А что, о чем приготовить? Как за честь. Что мы будем пить? Пишите в комментарии, какой ваш любимый кофейный напиток. Ну, а я попрошу для себя капучино. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Одна пицца готовится в течение буквально 90 секунд Очень быстро, за счет этого набирается большое давление воздуха И какие-то маленькие пупырышки и маленькие пузырьки Которые немножко подгорают, но это все придает свой особенный вкус, оттенок Ну, в конце концов, все очень вкусно Есть? Вопрос к тебе. Ну, какое-то необыкновенное сочетание Кофе с пиццей Почему выбрали именно пиццу как продукт? Ну, как бы сразу скажу, не только пицца Конечно, это, по сути, широкое меню С очень большим выбором завтрака на ланч То есть это и бургеры, и сэндвичи, и салаты Асай очень популярные продукты Опять же и кроссаны, тортики, все есть Но, как бы такой основной фокус у нас изначально был, да, на пиццу Потому что этого, во-первых, хорошего продукта в этом плане В Абу-Даби, по сути, нет, не было Мы, могу сказать, ну, по сути, горжусь этим Лучшие в этом плане тоже в Абу-Даби, как минимум Ну, а с другой стороны, просто это нам нравится В первую очередь, опять же, он партнеру, который, я говорил, в основном все идеи идут от него Он очень такой разноплановый, развитый молодой парень У которого очень много интересных крутых идей Вот, он сам очень любит пиццу Ну, это изначально, опять же, почему-то, как это не создавалось Просто мы создали то, что-то, что нам хотелось бы видеть Вот, что нам нравится Мы делаем то, что нам нравится, чем мы любим заниматься Ну, да, и по Логике вещи, если он местный, да, то есть он понимает потребности и вкусы, как бы, локального населения, соответственно Ну, а опять же, кто не любит пиццу? Ну, да Да, в принципе, согласен Кто не любит кофе? Есть такие люди, но очень мало Да, но тем более в Арабских Эмиратах, я, например, когда жил в Украине, у меня такой был баланс Я пил и чай, и кофе Не знаю, с чем связано, но переехав сюда, 95, там, процентов, я пью кофе Ураль Правильно сказал Бористо Дмитрий Пошло время попробовать? Да, погнали Поехали Пахнет офигенно Я прямо здесь на ходу, ну чё мы Я пойду, чё И итальянцы требуют, чтобы все кушали пиццу руками Никаких приборов Я тоже так и буду Ммм Очень вкусно Я знаю Спасибо Что я могу сказать, друзья? Driven кофе и пицца это одно из лучших мест в Абудабе, где вы можете как позавтракать, так и вкусно поужинать Поэтому И просто хорошо провести время Да С утра до позднего вечера Да И поэтому это отличное место Приезжая в Абудабе Обязательно посетите Мы оставляем ссылку ниже с картой, с инстаграмом заведения, с инстаграмом Дмитрия Вы можете ему писать напрямую И он как эксперт расскажет, что вам нужно попробовать здесь в Driven кофе Да, ребят, подписывайтесь все Следите за обновлениями, все новое, все интересное, мы все укладываем в инстаграм С вами был Съедобный бизнес, до следующей недели, пока! Субтитры подогнал «Симон»